Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня я хочу поговорить с вами о модели Lenovo A830 Нас часто спрашивают, почему вы не возите эту модель, почему у вас есть только Lenovo A820 И мы задались этим вопросом и заказали этот смартфон, чтобы посмотреть, что он из себя представляет Во-первых, сразу же скажу, сравнивать его с Lenovo A820 будет просто некорректно Единственное, что совпадает с этой моделью, с A820 и A830, это отчасти дизайн Отчасти, если глянуть спереди на модель, то A820 он такой же, только имеет немножко меньшие размеры 5-дюймовый дисплей здесь и 4,5 дюймовый размер у Lenovo A820 Во всем остальном, впрочем, как и в цене, модель очень отличается Этот смартфон имеет фронтальную камеру и, в принципе, некоторые особенности по железу Давайте посмотрим чуть позже Значит, поставляется он в стандартной заводской коробке Lenovo A830 В коробке, собственно, ничего интересного нету, но покажу заводской комплект В заводском комплекте идет вот такая вот зарядка Этот переходничок под нашу розетку И больше ничего интересного здесь нету То есть, все пакетики пустые, плюс гарнитура Перейдем непосредственно к нашему смартфону Спереди модель имеет три сенсорных кнопки, которые светятся Это меню домой-назад Сверху у нас датчик приближения, датчик освещенности Логотип Lenovo Фронтальная камера и динамик Сверху кнопка включения-выключения Разъем под наушники С этого бока качелька громкости Как по мне, качелька громкости высоковата То есть, было бы удобнее клацать ее где-то здесь Она прямо у самого торца телефона С этого бока ничего нету Тут у нас микрофон и microUSB разъем Сзади смартфон, в отличие от Lenovo A820 Имеет именно что Темный цвет, никакого оттенка фиолетового здесь нету Есть металлический логотип Lenovo Есть решеточка под динамик Камера, автофокус, вспышка Все это присутствует Под крышкой у нас следующая картина Значит, аккумулятор здесь на 2250 мАч Две стандартных симки и microSD карточка Без аккумулятора смартфон выглядит вот так По основным характеристикам Давайте пробежимся, а потом посмотрим их в Antutu Дисплей смартфона составляет 5 дюймов Разрешение 960 на 540 То есть в этом плане от A820 он далеко не ушел Стандартный МТК же 5,89 1,2 ГГц частота Гигабайт оперативки, 4 встроенных Камера фронтальная на 2 Мп Основная камера на 8 Мп И сразу же давайте смотреть технические характеристики в программке Antutu Что тут есть Во-первых, 13625 баллов Ну маловато для МТК 6589 и 960 на 540 разрешения 8 Мп камера Память здесь к своей оперативной И 4 встроенных Карточка памяти у меня стоит на 16 По памяти сразу скажу, что модель отличная Есть в прошивке в заводской функции записи на SD карточку Когда выбираешь, смартфон перезагружается И включается уже таким, как нам нужно И все игры у нас устанавливаются на эту карту памяти Это однозначно плюс Потому что очень многие смартфоны китайские Не заточены под это Видите, что 4-х ядерный процессор 1,2 ГГц частота Фронтальная камера, извиняюсь, не 3 Мп, а 0,3 Мп всего лишь Так, экран у нас Сколько точек касания? Здесь 5 точек касания В принципе, больше оно особо и не нужно Экран у нас IPS матрица Все цвета хорошие Такие, как надо Битых пикселей, каких-то засветов по экрану Я в процессе тестов не заметил Значит, Z-Device Test нам покажет, какие датчики есть в данной модели Что у нас, как тут GPS, Wi-Fi, Bluetooth Тут стандартно никаких гироскопов Ничего подобного нету Вспышку, давайте посмотрим вспышку Вспышка, я сравнивал эту модель Ну, наверное, не с супер Телефонами со вспышками Это был ZI-UG2 Вспышка лучше ZI-UG2 очень слабенькая вспышка По прошивке Прошивка здесь 4.2 Android Русский язык полноценный В принципе, хорошая прошивка Мне понравилась Есть на выбор какую-то тему поставить Вот из этих пяти Есть обои, эффекты Параметры различного там рабочего стола Эффекты вот этого рабочего стола Настройки у нас представлены вот таким вот тройным меню Стандартным для современных Lenovo То есть, тут все более чем хорошо Что мне понравилось Есть вот эти вот датчики и жесты Режим в кармане и уменьшение громкости То есть, можете прочитать Остановить, что это такое Также, что мне понравилось С этой модели Здесь в прошивке Есть Вот такая вот Штука, параметры разработчиков И сразу же без каких-либо кодов Без определенного геморроя Заходить можно в инженерный режим MTK То есть, инженерка телефона Где можно протестировать Просмотреть там все, что нам нужно Но Больше мне понравилось вот это вот заводское меню Здесь у нас Доступно три режима Full test Это мы нажимаем его И у нас идут подряд все-все-все-все-все Тесты нашего смартфона Есть элемент теста Где можно проверить каждую составляющую По отдельности И тест-репорт Это, скажем так, результаты Которые мы прошли или не прошли Работает все очень круто Например Сенсорная панель Проверка сенсорного Ну, тачскрина В общем, вот такая вот проверка И смысл проверки заключается в том Чтобы Покрывать вот эти все зоны И таким образом В процессе Мы понимаем, что Наш тачскрин полностью рабочий Все Шикарно тут Отображается Вот Так можно проверить дисплей Битые пиксели Гарнитуру Звук динамика Микрофона Сделать запись То есть Карту памяти Все-все-все Тут полная проверка телефона Это очень круто И можно Ну, наверное, минут за 10 Прогнать полностью телефон По всем его Абсолютно функциям Сверху у нас Стандартное Стандартное меню Lenovo Есть также в прошивке Всем известный Для Lenovo пользователей Виджет Или приложение Аккумулятора То есть В котором мы можем посмотреть На что затрачивается Мы можем выбрать Режим, в котором работать Мы можем сделать Калибровку аккумулятора Ну, и любые другие Настройки Которые предлагает нам Данная модель По прошивке То есть Мне все понравилось Очень классная прошивка Все супер Экран Экран 5-дюймовый Как я уже говорил IPS-матрица Цвета Насыщенные Довольно-таки Но яркости Как по мне Не хватает То есть Запас яркости Здесь не особо велик То есть Да Минимальный уровень Очень Такой Тихий Ну, а яркости С максимальным Хоть можно Хоть как-то работать По Картинкам Давайте посмотрим Что у меня тут За картинки есть Из основных Во-первых Вот эта вот картинка На которой Я могу вам Продемонстрировать Что углы Обзора Хорошие Что картинка Не преломляется Другие цвета У нас не становятся То есть Как есть цвета Так они и отображаются Ну и основные Мои картинки Темный фон Ну вот Отображается Темный фон В принципе Так как нужно То есть Не перезасвеченный Экран Но как по мне С высоким уровнем Яркости Экраны смотрятся Лучше И так презентабельней Если говорить О воспроизведении Видео Мне не понравилось То что Скажем так Смартфон С около максимальными Техническими Характеристиками Не хочет воспроизводить Full HD А с HD видео Он справляется Звук хороший Громкий Но уже Full HD Он не хочет Воспроизводить Так как нужно Звук он воспроизводит Картинку нет Если запускать Эти приложения Через программку Вот такую вот То Некоторые запускаются Хорошо А некоторые нет Вот этот идет Со звуком С Картинкой А некоторые Не запускаются Так Давайте посмотрим Современные игры Как запускаются На данной модели Потому что Здесь интересно Asphalt 8 Начнем Мы Именно с него Покажу Что стоят Настройки Графики Вот максимальные И в принципе С этими настройками Графики Смартфон справляется Хорошо Мне нравится Как игры Запускаются Особо Особо Нигде ничего Не глючит Не тупит То есть Ну здесь Именно такое Игровое разрешение 960 на 540 В Вместе с процессором 6589 Довольно таки Хороший процессор Для такого Разрешения Поэтому Все запускается Нормально Итак Смотрим 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 Продолжение следует... Также у нас запускается на максимальных настройках. Тут все выставлено на максимум. И игра очень классно работает. Быстро, четко, не ключит, не тупит. Продолжение следует... Также стоит поговорить о аккумуляторе 2250, который... емкость которого. Опять же, как всегда, я делаю основные тесты на аккумулятор, поэтому давайте смотреть, что же у нас получилось по факту. Antutu Dester набрал у нас 541 балл, что, в принципе, довольно-таки средний показатель. Такой показатель выдают модели THL-W8 с 5-дюймовым экраном, с 2000-м аккумулятором. То есть, бывает даже и больше. А видео... Видео у нас... Со 100% до 14% разрядился аккумулятор за 3 часа 20 минут. И, как вы можете наблюдать, вот в конце этого теста был такой спад, обрыв по аккумулятору. Скорее всего, если бы я прождал еще чуть-чуть, то буквально за пару минут модель бы разрядилась бы до 5%. Около того. То есть, по аккумулятору я очень, скажем так, не удивлен и даже разочарован. Такой аккумулятор должен был, тем более Lenovo, такой аккумулятор должен был работать дольше. Также я тестировал эту модель, конечно же, с GPS-ом. Так как это основная функция, которая должна работать. В общем, вот такие вот результаты он у меня показал. Спутники ловят, но ловят довольно-таки долго. То есть, первый старт у него занимает минут 5. Ну, как бы... Да, спутники ловят, это хорошо, но так долго, это не сильно хорошо. Камера, как я уже говорил, идет 8-мегапиксельная основная. Видео снимает в формате Full HD. Фронтальная камера всего 0,3 мегапикселя. Ну, в принципе, этого достаточно. Фотографии и видео скину обязательно под видео. Можно подводить итог. Честно скажу, я не впечатлен этой моделью. Я не вижу смысла ее заказывать и продавать потом в нашем интернет-магазине. Цена на модель неоправданно завышена. Если бы модель стоила хотя бы долларов на 20... Ну, наверное, вот я вам озвучу цифру, наверное, долларов 150, если бы стоила в закупке, это без доставки и цена, то, наверное, была бы интересная модель. Ну, потому что она стоит дороже где-то на 30 долларов, чем THL W200, у которого шикарный экран, у которого, наверное, такого же уровня камера, потому что Lenovo не ставит оптику в своих смартфонах самую крутую. То есть, все среднее. Экран средний. Экран, да, IPS-матрица, углы хорошие, но экран с такими цветами, мне такие цвета не особо нравятся. Размеры, дизайн, ну, вот эта вот боковина, сколько она занимает? 3 сантиметра, 2 сантиметра? Наверное, 2,5. Ну, тоже мне не особо это нравится. GPS ловит долго. Камера средняя. С разрешения 960 на 540 в конец 2013 года. Извините, но это тоже. То есть, модель стоит дороже, чем Lenovo A850, который, я считаю, что тоже лучше, чем эта модель. То есть, ну, я считаю, что это один из таких провальных продуктов от компании Lenovo, хоть это, я говорю, и редко. Но, тем не менее, даже эти модели покупают, даже эти модели спрашивают. Каждому свое. Каждый пусть делает выбор свой. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт antilife.com.ua. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok